Всем привет дорогие мои друзья! С вами как обычно Едоман. Сегодня у меня на обзоре консервы рыбосодержащие фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе. Консервы рыборастительные тевтели рыбные с овощным гарниром тоже в томатном соусе. И консервы рыборастительные котлеты рыбные тоже с овощным гарниром и все они в томатном соусе. Фрикадельки 35,90 стоили, тевтели с овощным гарниром 34,90 и котлеты 29,90. Не знаю, почему у них такая разная цена. Производитель у нас фаворит ООО «Фортуна Крым» «Республика Крым». Давайте поближе посмотрим на них и прочитаем состав. Консервы рыбные, фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе. Состав рыбный фарш, водопитьевая, томатная паста, крупа перловая, морковь, лук, сахар, песок, масло подсолнечное, мука, соль, регулятор кислотности. Перец душистый, черный молотый, гвоздика, кориандр, лавровый лист. В тевтелях у нас состав точно такой же, хотя по идее, если это тевтели, то должен быть хотя бы рис в них в составе. Но что очень интересно, в тевтелях, к сожалению, риса в составе нет. Ну и в котлетах, соответственно, состав точно такой же. Составы у них одинаковые. Интересно будет, какие они на вкус. Что ж, друзья, вот так выглядят тевтели. Очень много томатной пасты. Ну, размером они нормальные. Фрикадельки. Вот фрикадельки, кстати, очень больше похожи все-таки на тевтели. Но это, скорее всего, перловка, которую, если честно, я просто ненавижу. И котлеты рыбные, большие, тоже в томатном соусе. Два, четыре, пять штучек их здесь всего лишь. Сейчас я попробую данные рыбные изделия и поделюсь своим мнением. Первый попробуем тевтели. Запах. Запахи присутствует килька в томате. Интересно, как они будут на вкус. Да, очень странные тевтели, в которых нет риса. Ну, честно сказать, конечно, вкус горьковат. Но сам томатный соус неплохой. Но тевтели слегка горчат. Не знаю, из какого именно они фарша сделаны. Фрикадельки рыбные. Рыбные фрикадельки пахнут точно так же. Вкус. Фрикадельки рыбные здесь больше преобладает все-таки овощной вкус. И, наконец, котлеты. Запах точно такой же. У всех трех запах одинаковый. А сейчас мы дадим пробовать главному дегустатору. Мурка. Кошка почему-то пока что слизует только томатный сок. Котлета пошла в ход. В общем-то, кошка в восторге. Что ж, друзья, ну, вы видели, да, как кошка с радостью уминала и тевтели, и фрикадельки, и котлеты. В общем-то, кошке очень понравилось. Для себя же я хочу сказать, что именно себе я, скорее всего, не возьму ни одно из этого блюда. Ну, мне оно не зашло. Как-то не очень. Вот был обзор уже. Мы записывали. За родину были. Тевтели рыбные были. От фирмы За родину. Вот они мне очень понравились. Довольно-таки неплохие. Эти же рыбные консервы, точнее рыбосодержащие консервы, я рекомендую брать, наверное, лучше кошкам. Кошкам очень даже зайдет. Ну, и лучше, соответственно, котлеты. Они все-таки стоят 29,90. Самые дешевые. Ну, а так, по вкусу они одинаковые. Правда, во фрикадельках, конечно, слишком дофига наперли перловки. Она прям здесь сверху, как вы уже видели. Так что, для себя, в свое меню, я вам не рекомендую ни один из этих продуктов. Но для животных, само собой, пойдет. И цена приемлемая, и животные с радостью. И животные вам скажут за это только большое спасибо. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.